Термоком является экономическим агентом, который преследует единственную цель, это получение прибыли. И если на улице у нас теплая погода, то затраты на производство теплоэнергии намного ниже, но прибыль хочется получить как можно больше. И за счет чего же они все-таки это делают? За счет того, что гигакалория, вот она у нас составляется из разницы температур на входе в топительную систему дома и на выходе. Но за счет того, что увеличивается подача, то есть количество кубов в час. И вот за счет этого было и увеличено количество гигакалорий, потребленных в течение этого месяца. Ну и безусловно, как мы все заметили, батареи были очень горячие, несмотря на достаточно теплую погоду. То есть единственная цель была это получить прибыль. Дело в том, что люди в квартирах не могут сами регулировать подачу тепла, и мы это знаем прекрасно. У нас там нет теплощетчиков в квартирах, как требует этот закон защиты прав потребителей. Единственное место, где можно регулировать подачу тепла в целом на дом, это подвал, где находится сам теплощетчик. Там находятся задвижки на входе и на выходе. Возможно, некоторые управляющие жилых домов и все-таки прикручивали эти задвижки, а некоторые управляющие этим не занимались, наверное, тоже какую-то преследуя свою какую-то коммерческую цель. Возможно, их поощряли за это, понимаете? И люди, как говорится, отапливали улицу, потому что я сама наблюдала, как окна были просто открыты в соседних квартирах. И что люди могли сделать? Ничего. Поэтому до сих пор стоит насущная проблема – это заключение индивидуальных договоров и установление теплощетчиков в каждой квартире, чтобы каждый потребитель имел возможность регулировать подачу тепла в свою квартиру, в зависимости от того, тепло ли, холодно ли ему, смотря какие члены семьи проживают. Для младенца, может быть, нужны и высокие температуры. Для взрослого человека, который целый день на работе, зачем ему обогревать пустую квартиру? Но, к сожалению, у нас в течение 20 лет ничего в этом направлении не делается. Несмотря на то, что законы у нас прекрасные, закон о защите прав потребителей и закон о неправомерных условиях в договорах это все требует, но оно все игнорируется. И сейчас это все у нас еще и подкреплено соглашением, которое парафировала наша республика в Вильнюсе. И тут четко говорится, что требуется в области защиты прав потребителей. Это просвещение потребителей, расширение возможностей процедуры рассмотрения жалоб потребителей, продаж и сервисных услуг, и заключение контрактов между торговцами и потребителями. Ну, ни в одной стране такого нет, как в нашей Молдове, когда нам навязывают продукты, в частности, вот эту теплоэнергию, в зимнее время, скажем, низкого качества, когда у нас морозы, а когда у нас плюсовая температура, люди просто задыхаются и платят эти деньги, выброшенные на ветер. Ну, другой причины я пока не нашла. Просто коммерция.